Я приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас информационно-новостной выпуск. Пройдемся по довольно важным и интересным темам, так что давайте приступать. Турагенты сообщают о том, что сегодня многие туристы, которые подыскивают себе заграничный тур на декабрь, очень часто обозначают бюджет 100 тысяч рублей на двоих. И вот здесь возникает основная сложность, ведь, как уверяют турагенты, порой запросы путешественника намного выше, чем его бюджет. Специалисты сообщают, бывает так, что хотелок у туриста на 500 тысяч рублей, а на отдых есть только 100 тысяч рублей. А действительно, можно ли сейчас найти туры на двоих на декабрь и при этом уложиться в 100 тысяч рублей? Специалисты говорят о том, что сделать это вполне возможно, особенно если вы вылетаете из Москвы. Интересно, что наиболее бюджетным направлением на декабрь выступает Египет. На самом деле, сейчас в Египет можно найти путевки и по 70 тысяч рублей на двоих на неделю. Если брать сумму 100 тысяч рублей, то в таком случае, к примеру, можно с 5 декабря провести 7 ночей в отеле под названием Charm Grand Plaza Resort 5 звезд. Питание все включено. Тур стоит 96 тысяч рублей. Турция здесь также не является исключением и вполне возможно в декабре отдохнуть на Анталийском побережье в отеле 5 звезд и при этом уложиться в 100 тысяч рублей. К примеру, сделать это можно в отеле под названием Kremlin Palace. 4 декабря туры на двоих туда стоят 94 тысячи рублей за 6 ночей. Ну а если вас Турция и Египет не интересуют, а вы рассматриваете Арабские Эмираты, то и в таком случае можно довольно бюджетно слетать. Правда, на Дубай здесь рассчитывать точно не стоит. Благо, в Арабских Эмиратах имеются и другие курорты, такие как Fujaira, Ras Elheim и Abu Dhabi. Вот там реально отдохнуть, к примеру, за 92 тысячи рублей в отеле Double Tree by Hilton Fujaira City 5 звезд на базе завтраков. Правда, в эту сумму не входит трансфер из аэропорта. Если вы предпочитаете более экзотические страны, к примеру, такие как Шри-Ланка, либо Индия, и здесь можно вполне найти туры на декабрь за 100 тысяч рублей. Но большую часть этой суммы будет съедать перелет, поэтому в таком случае надеяться на хорошую гостиницу уж точно не стоит. За 99 тысяч рублей можно отдохнуть в трехзвездочном отеле под названием Cocos Resort & Club в Северном Гоа. Если рассматривать Шри-Ланку, то здесь и вовсе гостиница 2 звезды. Стоимость составляет 105 тысяч рублей. Гостиница называется Club Kagala Village. А вот в отеле Thailand Hotel на популярном курорте Hikaduva можно отдохнуть за 107 тысяч рублей на двоих неделю. Эксперты отмечают, что на данный момент можно найти довольно бюджетные варианты отдыха и в сам Новый год. Правда, за 100 тысяч рублей на двоих путевку вы уж точно не найдете, а вот за 148 тысяч вполне можете найти. Здесь также, если мы рассматриваем Новый год, Египет является одним из самых бюджетных направлений. И именно за 148 тысяч рублей с вылетом 30 декабря из Москвы в Хургаду можно провести в отеле Empire Hotel Aquapark 3 звезды. С питанием все включено. За дополнительную плату предлагается праздничный ужин. Кстати говоря, в честь Черной пятницы у некоторых туроператоров сейчас имеются акции. О них мы с вами поговорим в конце ролика. Ну а я вам напоминаю, что вы всегда самостоятельно можете смотреть цены на туры в Турцию и другие страны на сайте Travelata. Ссылка у меня всегда закреплена в описании под моим каждым роликом, так что переходите, смотрите, возможно найдете достойный вариант. Кратко хочу вам напомнить, что если вы хотите привести себя в форму и эффективно тренироваться, не выходя из дома, вы всегда можете начать это делать вместе с платформой FitStars. На сайте представлено более 2000 тренировок по самым разным направлениям, при этом они длятся от 7 до 30 минут и вам не потребуется какое-то специальное оборудование. Не забывайте, что ноябрь это последний месяц, когда на платформе можно оформить подписку безлимит навсегда. Далее такой возможности уже не предоставится и все последующие тарифы будут ограничены по срокам. В честь Черной Пятницы на сайте проводится специальная акция. Для всех тех, кто оформляет тариф безлимит навсегда и начинает тренироваться, предполагаются призы в виде фитнес-ковриков, ну а также фитнес-резинок. С моим промокодом ТЮРКИЙ вы можете рассчитывать на скидку 70%. Так, к примеру, если вы оформите тариф безлимит навсегда, то он вам обойдется всего в 7 990 рублей. Более подробную информацию вы можете найти на самом сайте, ссылку я обязательно закреплю в описании под этим роликом, там же вы найдете и промокод, так что пользуйтесь и тренируйтесь с удовольствием. Мы двигаемся с вами дальше, думаю пришло самое время поговорить нам с вами об электронной путевке. Эта тема шумит в туристических кругах уже всю осень, ну а мы как-то с вами проходили мимо этого вопроса, а он довольно важный. Что это за электронная путевка, вообще для чего она и как она повлияет на туристов, давайте подробно разбираться. Еще с 1 сентября 2023 года все российские туроператоры должны были начать регистрироваться в государственной информационной системе под названием электронная путевка. В частности, они должны передавать системе данные о проданных турах, ну а также личные данные туристов. В сентябре стало ясно, что большинство туроператоров не успеют адаптироваться к новой системе, поэтому им дали отсрочку до 15 ноября. И вот 15 ноября у нас соответственно прошло и по идее все туроператоры должны зарегистрироваться в системе электронная путевка. В противном случае они рискуют быть исключенными из федерального реестра туроператоров и соответственно в последующем не смогут продавать туры. Для чего вообще эта электронная путевка, которая только усложняет работу туроператорам и конечно же имеет влияние и на туристов? Как объясняется, данный механизм в первую очередь должен повысить прозрачность рынка туруслуг и гарантировать оперативную проверку законности продажи поездки и контроль за исполнением финансовых обязательств всех сторон. По информации Минэкономразвития на данный момент в системе зарегистрировалось менее 40% туроператоров и в первую очередь это связано с тем, что многие туркомпании надеялись на очередную отсрочку, но ее не последовало и соответственно сейчас все в срочном порядке начинают регистрироваться в системе. Сегодня в федеральный реестр туроператоров занесено 375 компаний, которые могут продавать туры за границу. Однако, также на сегодняшний момент только 143 компании зарегистрировались в электронной путевке. Это означает, что таких компаний чуть более 38% от общего количества. Эксперт уже сейчас констатирует тот факт, что такие результаты вряд ли можно назвать эффективными. Тем не менее, крупнейшие туроператоры России уже зарегистрировались в системе, а ведь именно на их долю приходится от 80 до 90% всех проданных туров. В частности, уже сейчас известно, что такие туроператоры, как Аннекс Тур и Тест Тур зарегистрированы в системе. А вот мелкие и средние туркомпании сейчас действительно испытывают проблемы с регистрацией и в первую очередь это связано с дополнительными расходами. Затраты на интеграцию внутренних систем продаж с электронной путевкой очень высоки и доходят до 1 миллиона рублей. Таким туроператорам приходится вносить всю информацию вручную, а это непросто. Таким образом, получается, что эта электронная путевка только усложняет работу туроператорам и многие до сих пор не могут адаптироваться и интегрировать эту систему в свою работу. А что же касается туристов, как эта электронная путевка отразится на них? Здесь тоже есть один большой недостаток. Теперь от туристов, которые хотят отправиться за границу, требуется также вносить данные своего внутреннего паспорта. Любое усложнение процесса оформления заявки, тем более электронной, отталкивает потребителя. Сервисы все последние годы, наоборот, стараются минимизировать количество шагов перед покупкой. А тут выходит, что туристу зачем-то нужно указать данные своего российского паспорта и прописку, что раньше никогда не требовалось. Важно подчеркнуть, что вся ответственность за внесение данных в электронную путевку лежит на туроператоре. То есть получается, что если турагент совершит какую-то ошибку при внесении данных, отвечать за это будет не он, а туроператор. По словам президента Российского Союза Туриндустрия, эта электронная путевка вводится именно для того, чтобы нести пользу путешественникам. Вот что он говорит. Тот факт, что тур находится в государственной информационной системе, говорит о том, что он официально оформлен туроператором, у которого есть финансовые гарантии и страховка. И в случае проблем по нему будут обеспечены некие выплаты. Какие некие выплаты на данный момент, мне лично не ясно. И вообще непонятно, какую пользу данная электронная путевка может нести туристам. Мы можем с вами лишь предположить из слов директора Союза Туриндустрии, что при возникновении разногласий и проблем между туристами и туроператорами, у туристов будет больше возможностей отстоять свои права и, соответственно, получить какие-либо компенсации. Как на практике будет работать эта электронная путевка, покажет только время. На данный момент, как мы видим, даже половина туроператоров еще не внедрили эту электронную путевку в свою работу. Уверена, что еще неоднократно мы будем с вами возвращаться к теме электронной путевки. Обязательно буду следить за новостями и все с вами обсуждать. Ну и как и обещала, в конце ролика предлагаю рассмотреть те акции, которые сейчас предлагают туроператоры в рамках Черной Пятницы. Кстати говоря, не так-то уж много туркомпаний решили устроить акции в честь Черной Пятницы, но определенные туроператоры все-таки принимают участие. В частности, это делает Пегас Туристик, который предлагает скидки как турагентам, так и туроператорам. У него акция продлится до 30 ноября и предлагаются скидки на туры, купленные в дни акции на различные периоды отдыха. Так, есть скидки на Турцию на заезды с 1 апреля по 5 ноября до 45%. Кроме того, имеются скидки на Таиланд и Грецию до 25%. Что касается туроператора Аннекс Тур, то у него акция проходит только сегодня, 24 ноября. Предлагаются скидки как туристам, так и турагентам. То же самое касается и туроператора Коралл Тревел. А вот у туроператора Анненс Ан акция продлится до 26 ноября. Акция для всех, и туристов, и турагентов. По условиям акции в период проведения снижены цены на туры в Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, премиальные отели Турции на Анталийском побережье и Стамбул. Есть скидки и по другим интересным направлениям. Туроператор ПАК Групп также участвует в акции Черной Пятницы и предлагает скидки до 30 ноября на зимние круизы. Среди акционных акваторий представлен Персидский залив, Средиземное море, Северная Европа, Карибский бассейн и Азия. Участие других туроператоров также предлагаются скидки, но многие их предоставляют только турагентам. Есть и предложения для туристов. Если вам интересна эта тема, я вам оставлю ссылку на сайт Ассоциации туроператоров России. Там вы можете изучить информацию более подробно и найти что-то для себя. Краткое напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Ну а если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что здесь вы будете находить всю самую свежую и интересную информацию из мира Турции и туризма. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те видео, которые прямо сейчас появятся у вас в рекомендациях. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике.